Это, в общем, я буду логически продолжать тезисы, которые озвучила Анна Сергеевна, и хочу представить вашему вниманию результаты некоторой работы по сравнению гистологических сканеров, которым у нас был доступ. Причем цель этого доклада не разрекламировать или дискредитировать кого-то из производителей, а скорее выработать критерии того, чем же гистологические сканеры, имеющиеся на современном рынке, на самом деле отличаются. Просто потому, что зачастую задаются вопросом лаборатории, развивающиеся, которые хотят приобщиться к этой новой нише и пытаются понять, какое решение будет для них более удобно, и в итоге просто не знают, по каким критериям выбирать. Собственно, не пугайтесь, приведены на самом деле просто базовые оптические схемы более-менее даже известных вам приборов. Слева, например, это классическая оптическая схема бинокулярного микроскопа, с которым работал каждый патолог. Цель этого слайда на самом деле визуализировать то, что оптика, начинка любого оптического прибора, она на самом деле очень сложная, не только с точки зрения подбора каждого оптического элемента, но и с точки зрения их взаимодействия в системе. Это требует огромных расчетов прецизионных, и если обычный патолог в рутинной своей работе привык ориентироваться на объектив, как некоторый такой константу, некоторый ориентир, по которому он может модерировать картинку, которую он видит в объективе, в окулярах, то на самом деле с усложнением оптических систем объектив, как вот эта вот часть оптической системы, начинает играть все меньше и меньше роль. Например, посередине вы уже видите схему обычного тринокулярного микроскопа или микроскопа с камерой, а справа вот этот вот огромный монстр, на самом деле это и не сканер, и не что-то запредельное, это на самом деле обычный аналитический микроскоп с схемой обратного контроля, например, для контроля освещенности образца автоматического, а не глазом, как это обычно делает врач. Соответственно, на правой схеме попробуйте найти объектив, то есть он играет все меньшую и меньшую роль, и оптическая начинка имеет значение в том, какой конечный результат вы видите на выходе, какую картинку вы видите. Смысл в том, что, не в том, что выбирая какой-то сканер или пытаясь оценить его характеристики, нужно залезать внутрь, а в том, что вы все равно там ничего не поймете. Наличие огромных суперобъективов, как бы их ни рекламировали, тоже мало о чем скажет, и единственное, на что мы можем смотреть, выбирая или оценивая какой-то прибор, это на конечный результат. Если мы говорим о критериях оценки, то, конечно, наиболее важные, пожалуй, я бы выделила, это цветопередача, разрешение и размер итоговых файлов. Цветопередача, наверное, наиболее критична с точки зрения патолога, потому что ему смотреть на это в большом количестве своими глазами, то есть это то, с чем он работает, и то, на что он ориентируется при оценке, в том числе, иммуногистохимических окрасок и иных факторов. Например, маленькая задача, найдите на картинке язинофил. Так вот, понятное дело, что цветопередача имеет значение, но также имеет значение разрешения. Это некоторый такой объективный критерий, но от него напрямую зависит размер сохраняемых файлов. Размер – это, с одной стороны, не тот критерий, о котором должна болеть голова у потолка, а с другой стороны, это очень важный и критичный критерий именно с точки зрения дорогостоящих систем хранения и доступа, в который рано или поздно любое учреждение упирается, и, соответственно, на него тоже надо обращать внимание, потому что от этого зависит удобство вашей работы в потоке с цифровой информацией. На данном слайде, на самом деле, приведен результат сканирования на двух микроскопах. Я сознательно не указывала, какой из них какой. Но вы можете видеть, что, например, один и тот же объектив с увеличением 20х дает принципиально разное разрешение и принципиально разное качество картинки. Я не знаю, насколько хорошо это видно тем пользователям и слушателям, которые подключились со своих устройств, но на хорошем мониторе разница очень сильно заметна, поверьте. Соответственно, на первых порах сравнения микроскопов мы столкнулись просто с тем, что сканирование в равнозначных условиях, на равнозначных объективах, приводит к настолько разительной разнице в результате, что просто мы не можем как-то дальше оценивать полученный результат. И поэтому попробовали сканировать на 40-м увеличении и получили результат более или менее сопоставимый. Сопоставимый по разрешению, сопоставимый по качеству картинки и сопоставимый по размеру. Соответственно, дальше все сравнения идут по диаметрально противоположным условиям сканирования. Но я думаю, каждый может сделать выводы сам. Я специально привела картинки для того, чтобы слушатели могли выработать свое мнение. Например, я опрашивала в том числе патологов, и некоторым больше импонировала цветопередача левого слайда, а некоторым больше импонировала правого, считая ее более натуральной. А средний – это то же самое, что и правый, только меньшим разрешением, гораздо меньшим разрешением. Ну, нет. Соответственно, давайте, наверное, не будем сбегать вперед. Самое важное, на что имеет смысл указать. Большинство современных сканирующих систем прекрасно справляются с стандартизованными и качественно изготовленными образцами. То есть в этом отношении сравнивать их, может быть, даже и не имеет смысла, разве что по цветопередаче. Именно поэтому Анна Сергеевна так акцентировала проблему пробоподготовки, потому что, на самом деле, если препарат качественно проведен, нарезан, закрыт на стандартном и вписывающемся в размере сканера стекла, ни у одного из сканеров не возникает проблем, и они дают картинку, которую, на самом деле, патолог прекрасно анализирует взглядом, и ему как минимум так же удобно, как видеть ее в микроскопе. Но, когда мы говорим об некоторых артефактах, о препаратах, качество которых достаточно для того, чтобы поставить диагноз, и нет смысла запускать переделку, тратить на это время реактивы и ресурсы, но сканирование – это, опять-таки, тот этап, который способен имеющийся на препарате проблему усугубить. Соответственно, на что имеет смысл обратить внимание, так это на алгоритмы выбора объектов и способа фокусировки. То есть, понятное дело, что, посмотрев на цветопередачу разрешения, убедившись, что нравится, что нет, дальше мы начинаем смотреть на то, как сканер справляется с проблемами. Это проблемы программного обеспечения. То есть, это то, насколько машинная логика сопоставима с логикой патолога, который фокусируется на препарате с теми же складками. Понятное дело, что машине в данном контексте удобнее и корректнее она фокусируется на четких, длительных, продолжительных и резких границах. Соответственно, на правом препарате сканер просто сфокусировался на самой складке, которая представляет собой яркий, четко очерченный объект. В то время как на левом изображении сканер, несмотря на наличие складки, сфокусировался все-таки на ткани. Другим нюансом, на который тоже стоит обратить внимание, это то, как осуществляется сшивка изображений. Потому что Wall Slide Image – это на самом деле набор фотографий отдельных полей зрения, которых определенным образом машина опять-таки сшивает в единое изображение. И на этом этапе у любого сканера есть некоторая свобода действий, потому что у него есть возможность, например, выбрать плоскость фокусировки, которая соответствует гораздо более резкому, четкому изображению локальному, и возможность сшить это таким образом, чтобы, например, даже нивелировать образец неравномерной толщины, как это приведено на данных слайдах. С одной стороны, это бонус. То есть на правом слайде гораздо лучше видны границы клеток и тканей по сравнению с левым изображением. И, соответственно, гораздо легче анализировать это глазом в рутинной работе. То есть это просто выглядит лучше, согласитесь. А с другой стороны, это объективно толстый край среза. То есть это объективно неравномерный толщины образец. И подобное изображение может дать патологу вполне себе такую, знаете, артифициальную уверенность, то есть возможность анализировать ту зону, которую, например, в микроскопе он не стал бы рассматривать просто как зону низкого качества. Соответственно, здесь опять-таки нужно задуматься и решить для себя, какой из вариантов в вашей работе был бы более важен. Понятное дело, что помимо складок и неравномерной толщины есть еще очень много разных артефактов изготовления, различные загрязнения, которые на микроуровне не видны глазом и от которых практически не избавиться, даже как бы вы не чистили стекло перед тем, как поставить в сканер. И опять-таки каждый должен принять для себя решение сам. То есть, с одной стороны, более четкая, более яркая картинка может быть легче для распознавания, а с другой стороны, для оценки таких окрасок, как пиделиодин, хер-2, для которых очень важно прецессионно оценивать, насколько полное мембранное окрашивание образца, артифициально обработанная картинка, артифициально урещенная, может приводить к ошибкам диагностики. И, конечно, еще раз повторюсь, каждый сканер способен прекрасно работать с идеальным образцом, ну, условно идеальным, да. А что делать, когда речь идет о биопсиях малого объема, когда просто объем материала не позволяет переделать препарат на более высоком качестве? Для справедливости ради я должна отметить, что приведенные на картинке сканы ни один из сканеров не смог сделать в автоматическом режиме корректно. То есть, в данном случае вы видите процедуру ручной фокусировки для каждого сканера. Потому что для машины, понятное дело, очень тяжело фокусироваться на вот таких вот малого размера объектов, к тому же очень неравномерной толщины, и на этом они проваливаются. Вот как это выглядит на увеличении. Ну, опять-таки, справа очень хорошо видно, что вот такой вот маленький скомканный биоптат, он артифициально сшит таким образом, что выглядит резким и четким. Но в данном случае это CD30, поэтому у вас есть возможность своим глазом прикинуть, какая картинка вам больше нравится. Соответственно, эту работу мы планируем расширять. Она показала себя продуктивно и интересной, просто для того, чтобы понимать, какие есть возможности. Тем коллегам, которые заинтересованы в развитии цифровой патологии на базе своих учреждений, я могу предложить следующие рекомендации. То есть, рекомендации очень простые. Выбрать несколько препаратов, которые, понятное дело, хорошего качества, чтобы оценить цветопередачу и разрешение. И ряд препаратов, которые имеют артефакты изготовления. И обратить внимание на то, каким образом приборы фокусируются на них, каким образом выполняется сшивка. Удобство настройки ручной фокусировки в случае биоптатов малого объема. Ну, скорость сканирования, звук и все остальное – это опционально и больше относится к пользовательским характеристикам. Пока у меня есть две минутки, хотелось бы сказать еще несколько слов. Помимо полностью автоматических систем сканирования на современном рынке есть еще ряд очень интересных систем, которые на самом деле используют сам микроскоп и мануальные возможности патолога для создания препаратов в WorldSlide Image. То есть это по большей части софт, который сшивает захваченное с камеры, установленное на микроскопе, изображение, которое настраивает де-факто сам патолог. Такие как Microvisioner, как X-WOW. Это очень доступные и на самом деле бюджетные решения, которые по итоговому качеству на самом деле не сильно уступают полученным изображениям на суперсканерах очень дорогостоящих, потому что все подборы освещенности, настройки, фокусировки и прочих нюансов делает сам врач своим глазом. Это очень позитивно, на мой взгляд, потому что открывает возможности для удаленных и не очень крупных лабораторий тоже иметь возможность делать цифровые копии препаратов, отсылать их на консультирование и идти в ногу со временем и получать помощь и консультации от узкопрофильных специалистов крупных региональных центров. Поэтому я считаю, что на данный момент цифровая патология становится все более и более доступной, все более и более открытой. И я очень надеюсь, что коллеги, которые к ней приобщаются, найдут больше плюсов, чем минусов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...